здравствуйте дорогие радиослушатели в эфире программа политинформания радиостанции народная волна чикаго самая популярная радиостанция на среднем западе сша а ее ведущие эдвард брумер сегодня мой брат и соведущий геннадий брумер или гэри брумер а отсутствует по уважительным причинам форс-мажорные обстоятельства такое тоже бывает геннадий возвращайся я тебе все прощу в следующий раз он конечно обязательно будет и сегодня у нас на связи с нами журналист публицист ведущие передач на радио коммерсант fm и телеканале дождь константин эгерт контентин петрович здравствуйте добрый вечер точнее окей согласимся с этим константин петрович я нашу беседу думал начать с событий в россии но вот утром я прочел новости и решил все-таки начать с беларуси с тех событий которые там сегодня произошли напомню нашим радиослушателям что сегодня был арестован главный оппонент александр лук президента беларуси александра лукашенко виктор бабарик арестован он вместе со своим сыном и нам очень интересно а как бы вы прокомментировали то что беларуси происходит я единственно хочу сказать на ваш взгляд если то есть беларусь выдвигает претензии россии то что они вмешиваются выборы которые должны состояться 9 августа вот ваше мнение было бы интересно по этому вопросу многие считают так мне трудно здесь так сказать оценивать эту ситуацию я не нахожусь в минске недостаточно об этом знаю да но многие называли говори к или по барыку как его называют беларуси кандидатом кремля и если это так то можно говорить только об одном александр лукашенко показывает что он не боится путина одновременно он едет путина на парад одновременно сохраняется поставки российских энергоносителей белоруссии я думаю что то что лукашенко пытается сделать он пытается сделать две вещи которые он собственно и делал все последние 25 лет 26 это сочетать с одной стороны образ белорусского националиста и защитника я бы сказал лучше даже белорусской государственности а с другой стороны партнер москвы и думаю что одновременно путин и лукашенко в чем-то очень похоже александр григорьевич тоже очень не любит под давлением что-то делать и не любит демонстрировать слабость или то что он посчитает слабостью то же самое с путин поэтому когда он видит обострение то его первый инстинкт точно также как это не попытаться разобраться там что как по этим кит компромиссы а ударить больнее то есть показать я не боюсь и в этом смысле это конечно ход очень такой смелый особенно если считать что говори к поддерживали в кремле но одновременно кашу дар по отношениям лукашенко сапад который буквально мне не помню когда неделю наверное назад 10 дней назад коллективный димаш был послов европейского союза если ошибаюсь не присоединить послых соединенных штатов австралии мне они строй канады которые сказали что они рассчитывают на проведение демократических чистых транспарентных и так далее то есть теперь после ареста президентского кандидата кандидат президент каким бы он ни был очевидно что эти отношения ну западом по крайней мере такими не будут если только лукашенко не получится убедить запад что на самом деле речь шла не о честной конкуренции о попытке путина его сместить и он арестовал не просто кандидат в президенты какого-то ну так сказать там агента 5 начальника пятой колонны и так далее и тому подобное немножечко последним за ситуацией я думаю что на самом деле конечно александр лукашенко сталкивается с проблемами к с которыми сталкивается любой авторитарный лидер просидевший власти 26 лет начинают система начинает немножко решать я бы так сказал но то же самое случилось происходит с путиным сейчас точно то же самое происходит в россии сколько время займет обещание другой вопрос но путина будет совладать со всем этим намного сложнее чем лукашенко у которой страна меньше и народ таскать компакт не расселён и проблем меньше и нету такого масштаба все-таки конфликтов западом так что посмотрим но это явная демонстрация лукашенко что он никуда не уходит никому ничего не уступит и даже не уступит москве я хотел бы кстати заметить что до сих пор нету заявлений представителей европейского союза и американцев по этому поводу обычно они реагируют всегда очень оперативно и быстро пока заявление я никаких не видел с их стороны я думаю будем смотреть потому что это важный очень момент важно потому что неделю назад они говорили что нужно все что было по-честному то есть если если минску официальным удастся убедить их что на самом деле все по-прежнему по-честному а этот человек не был кандидатом в президент токи вокруг я скажу честно что я вижу это то что вокруг белорусских выборов идет массированная большая очень пропагандистская игра и twitter аккаунты telegram канала и так далее и тому подобное идет просто война вокруг этого и честно сказать она дошла до таких степеней что разобраться так сказать где белый где красный довольно трудно не уйдет а если вариант того что вот насколько мы знаем да виктор бабарика имел довольно большую поддержку в процентном отношении среди населения белоруссии если вариант как вы считаете что вот белорусы могут выйти из этого болота да и сместить лукашенко или все-таки это будет оставаться вот этим болотом знаете у меня такое ощущение что все-таки наверное если протесты и будут они не будут такого масштаба чтобы ликвидировать лукашенко протест скорее всего будут но я думаю что наверное все таки ему удастся усидеть мне у меня такой инстинкт но повторяю надо быть на месте в минске а я не в минске и не знаю буду ли там едва ли буду ближайшее время поэтому я боюсь здесь заниматься когда не надо лучше знать общественное мнение лучше понимать что происходит ясно что стандартная ситуация точно то же самое россии повторяю 20-25 лет у власти это всегда испытание для авторитарных лиц всегда абсолютно не бывает так чтобы ты испытаний мне вариант есть это если из из года в год растет благосостояние материальное положение социальные условия тогда пожалуйста править хоть 50 не будем здесь так сказать особенно вот пост коммунистических странах это это возможно но если этого не происходит начинается проблема константин петрович я хотел бы все-таки для наших радиослушателей тех кто нас смотрят на youtube канале а уточнить а давление насколько давление россии а исход происходит на вот эти вот выборы насколько они вмонтированы вот как говорится для того чтобы сместить лукашенко неужели один из главных я здесь вам не отвечу не могу быть уверен потому что любой человек который так говорят говорят что в москве не нравится там последнее время сближение лукашенко западом сети там безвизовый режим для западных стран и так далее и тому подобное но понимаете с другой стороны белорусская экономика значительной степени для нее ключевой элемент от взаимодействия экономика российской лукашенко какой бы он ни был там для путина не говорят они мне они у них не самые лучшие отношения и так далее что они друг друга не любят окей но знаете как таскать говорят по-английски добьется дарвина то есть это хотя бы известная ничего а вот так сказать даже ну представим себе что при пытаются провести какого-то там про кремлевского кандидата насколько этот кандидат будет потом независим никто не знает а здесь хоть знаешь вот так бы я просуждал но повторяю я боюсь здесь какие-то ну я я же не сижу в этих кабинетах я не прессе любой человек котором говорит я знаю что путин заказал сделать вот это ну понятно на можете это у человека таскать с пляжа до константин петрович мы последний раз с вами беседовали это было в конце декабря в конце прошлого года и никто не знал что события в россии начнут так сильно развиваться я не веду смещение медведева замена его на мишустина и плюс вот эти вот поправки конституции которые значит вот это обнуление удастся ли на этот раз руководству россии естественно путину а путин это и есть руководство россии обмануть российское общество помните как а пушкин описал да я сам или может быть российское общество сама рада обманываться она так поставить вопрос класть классические но здесь я могу рассуждать намного более наверное уверенно чем я могу говорить о белоруссии потому что я ну да вот так сказать коронавируса по россии ездил довольно много не только в москве уходился и общался с людьми сахалина до выборга и скажу вам так точно о чем я говорил по поводу белоруссии но в россии конечно есть свои особенности я думаю что мы наблюдаем ну такой закат путинского режима закат может быть долгий да то есть может быть такой да он довольно таки продолжительный но этот режим не может изобрести ничего нового не может предложить людям ничего нового не может предложить им никакого взгляда в буду никакого образа будущего а жизни современные но вот в типу свить повседневный значит принято говорить о стабильности но простите это странная стабильность если согласно даже официальным данным росстата до государственной статистической конторы реальные располагаемые доходы россиян падают подряд 6 лет понимаете можно сколько угодно там терпеть можно сколько угодно орать крым наш и так далее и тому подобное рано или поздно такие вещи начинают сказываться и вспомним последние годы с и я думаю что это начинает сказываться я думаю происходит очень простая вещь с одной стороны путинский режим не может предложить людям реального улучшения благосостояния реального просто доходов реального реальных каких-то перспектив жизни экономических социальных и так далее а с другой стороны он надоел потому что ну просто одни и те же люди по телевизору говорят одно и то же путин который в 359 раз говорит про вторую мировую войну посмотрите как у масс масштаба статьи он написал у кремлевского агента это мое личное оценочное суждение дмитрия саймса в журнале нашел интерес сегодня в америке про вторую мировую войну который закончился есть пять лет назад все это начинает утомлять людей чем даже начинает утомлять не просто каких-то там эти молодых там хипстеров в городах средний класс там завить как хотите начинает утомлять обычных людей все что произошло с корона вирусом не создала путина хорошая реклама было видно что человек испугался был нерешителен а долго не принимал решение пока к нему не пришел мэр собянин которого я так думаю подозреваю верная попросила там куча народу включая премьера мишустина и не сказали суши семёныч пойди скажи владимир владимирович что это ужас будет он пошел сказал бывший глава администрации убедил путин и путин в этом скафандре значит пошел инспектировать госпиталь один из лучших в россии в больницу после чего объявили карантин затем идет карантин 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 по 8 9 тысяч зараженных каждый каждый день прошу прощения в россии и вдруг вуаля нам нужно голосование нам нужен парад несмотря на все заражения побольше полумиллиона зараженных официальные данные цельные данные можно сразу выкинуть с моей точки зрения личной в мусорную корзину все все снимаем гуляй это все я не думаю что скажется очень хорошо на образе путина и я думаю что его спешка с этим так называемым референдумом который законодательной силы не имеет и юридическими никакой сил он не имеет это просто театральное представление связано с что он чувствует его нелегитимность но точно его авторитет падают значит надо показать прежде всего западу что его по-прежнему поддерживает российский народ и ради этого все это организовал а то что это ветшающий политический режим во главе которого сидят люди детства которых пришлось на что там у нас на хрущевского на хрущевского теперь да начало 70-х начало 60-х годов детство прошло взросление пришлось на брежневский застой и собственно карьерный рост 1 когда не сдавались я не хочу звучать как какой-то там и джист который там я сам тоже человек немолодой но понимаете это 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 люди с представлениями совершенно не имеющим отношения к тому что происходит по происходит в мире происходит очень серьезный процесс и они я боюсь не дай не отдаются отчета что происходит хотя бы последствия того что сейчас происходит соединенных штатов последствия холодной войны 2.0 соединенных штатов с китаем все что происходит как-то я не вижу чтобы эти люди что 3 что что-то анализировали все что они делают они 24 часа 7 дней в неделю в сутки 7 дней в неделю заняты сохранением собственности власти любой ценой у них их горизонт как это называется ну вот куда их взгляд у их горизонт это там ну хорошо месяц 2 полгода максимум люди это начинают чувствовать начинают и что еще важно я тут наверное неделю может 10 дней назад две недели назад говорил с михаилом дмитриевым это российский экономист создатель исследовательской группы которая занимается изучением трендов в российском обществе они ежедневных там ежемесячных опросов общественного мнения именно трендов они делают фокус группы на протяжении года двух-трех там говорят вот что что меняется в обществе дмитриев может быть кто-то из слушателей и зрителей знает потому что это был единственный эксперт предсказавший протесты 2011 года так вот дмитрий с которым я общался повторяю недели две-три назад говорит наше исследование показывают российское общество меняется во первых его не устраивает больше он она не заинтересована экспансионистской внешней политики в крым наши в войне с украиной сирия ли вот это все люди начинают понимать что это деньги их деньги которые тратятся где-то еще номер два люди раздражены бесправим и хотят равенство перед законом даже социальный разрыв не социальная имущественный разрыв волнует людей меньше чем ну вот условно говоря верховенству права говоря таким высоким языком людей беспокоит также жизненных регионов и способность регионов решать что-то самостоятельно и кстати интересно что путин во время вот этой пандемии как раз оказался бессильный его вертикали рассыпалась когда он буквально в течение первых дней сказала а все решения будет принимать губернатор денег я недавно губернатор буду за все отвечать те самые губернаторы которых с 2014 года с момента отмена губернаторских выборов вас подбирал лично по одному качеству лояльность они самостоятельности инициативность образование так теперь внезапно потребовалось независимость я думаю что мы на пороге изменений в общественном мнении а эти изменения в общественном мнении однозначно приведут к изменениям внутри россии когда я не знаю мы я говорю о перспективе лет конечно не месяц но возможно будет и раньше я не знаю потому что мы не знаем как сложится и ситуация с санкциями которые конгресс может принять в отношении российских физических юридических лиц если будут серьезные ограничения на 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 санкции против госдолга против госбанков и так далее все может сильно ускориться потому что ну деньги есть но они потому что любой стороны который экспортирует нефтегаз деньги есть но их все-таки не бесконечное не бесконечное количество константин петрович а у нас сейчас рекламная пауза мы должны уйти и через пару минут вернемся и продолжим нашу замечательную беседу интересную дорогие радиослушатели мы возвращаемся в программу политинформания радиостанция народная волна чикаго мы у нас интересное интервью с журналистом публицистом а константином эгертом а константин петрович да мы продолжаем нашу беседу и продолжение российской темы спикер госдумы вячеслав володин дал интервью газета ru довольно объемная где сказал что после путина будет путин у меня по этому поводу как бы два вопроса первое почему вдруг володин а решился на а отдельное интервью на ваш взгляд потому что мы знаем что такой человек как володин никогда не будет самостоятельным и понятно что разрешение ему было дано и почему на ваш взгляд именно газете ru почему не какому-то другому более такому правительственному или провластному каналу не дать интервью и третий такой маленький вопрос после путина будет путин кто этот маленький маленький путин который на ваш взгляд то он может быть начну со второго вопроса на самый простой газета ru является про кремлевским ресурсом просто маскируется как независимый там давно все зачищено и контролируется посмотрите на алгоритм новостей в газете ru посмотрите о чем они пишут о чем и никогда не пишут и вы все поймете поэтому володин до володин дал интервью про кремлевскому ресурсу почему он это сделал кстати я не стал бы здесь искать каких-то особых причин володин человек доверен работал администрации президента он имеет свои большие амбиции эти амбиции ему позволяют иметь напомню что прицель государственной думы это четвертый человек в том что называется в россии то есть это человек довольно высокого уровня и я думаю что сейчас есть происходит я бы так сказал компания которая готовит людей к тому что будет при вечном пути и вот володин это объясняет российским гражданам я видел только фрагменты не успел прочитать недавно приехал домой а я успел просмотреть статью путина нашла интерес это про то же самое это про то что я буду править россии долго что если вы хотите то я готов говорить но только с великими державам я не изменю никакой своей внешней политики я могу не буду больше никого нападать но я готов разговаривать только с ведь соединенными штатами китая франции великобритании точно так же и володин фактически как я понял из тех цитат которые говорит о том что создано путинская система эта система такая какая она есть никто менять не собирается хотите вы не хотите уважаемые сограждане вот жить будете так как мы вам скажем вот в этом суть я бы сказал что это конечно с моей личной точки зрения ошибка потому что как раз по моему странам постепенно хочет каких-то перемен начинает хотеть и тот факт что границы открыты и будут открыты до самого конца и что любой человек может уехать чтобы умников россии было меньше они так как было при брежневе да скажем или андропове когда там всех держали отказников и правозащитник вы ухотите вот этот урок они выучили хочешь пожалуйста паспорт в руки и вперед где где хочешь селись это не проблема важно что уже больше не в стране все них недовольных лучше выселить что конечно в какой-то степени улучшение по стране что было при коммунистах но вот эта вся идея неизменности я не очень уверен не очень уверен что это такая выигрышная идея сегодня при разговоре с российскими гражданами и мне кажется что вот это постоянные разговоры о том что вот будет так как мы скажем и вот будет вот только так а не как иначе знаете это проявление на самом деле видимо внутренней неуверенности психологически как говорил один мой грубовато один мой армейский сослуживец мужчина который подчеркивает свои вторичные половые признаки вызывает сомнения в качестве у первичных так вот я думаю что здесь приблизительно та же самая история чем больше эти люди кричат о том что вот все все под контролем полностью иногда возникает что это практически самый гипноз стабильности в россии нет есть пока нежелание людей выходить на улице слишком массово но я не знаю долго ли это продлится по тем причинам которым горел начале программы потому что по моему ресурс этой власти исчерпал единственный вариант который до 2 вариант которые могут и спасти это либо резко изменение экономической конъюнктуры при которой у людей жизнь начнет фантастически лучше либо новая война есть такое выражение битва бульдогов под ковром а мы знаем что в окружении путина есть и либералы и так называемые патриоты но нет никаких либералов окружении путина есть только люди лояльный будем так быть но есть нюансы взглядов на какие-то вещи некоторые считают что важнее чуть-чуть экономика поэтому можно чуть-чуть приоткрыть к при 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 открыть клапаны и открутить гайки а другие считают что нет надо всех давить и мочить но это нет померьте это не принципиальные различия и тут упадете в ресторан да ну возьмете там ну я не знаю что вы возьмете спагетти болонеза или вы возьмете как называется карбонара но это все распагетти то есть будем так говорить если называть медведева лидером ну будем так быть а либерального мышления а патрушева такого патриотического то вы считаете что они в принципе а стоят на одной планке только как является левая и правая рука это часть одной и той же системы это люди часть одной и той же системы полностью в нее погруженный полностью в этой системе завязаны без этой системы не представляющие себя и ничего не представляющий из себя вне извне за пределами внешняя политика россии это довольно на сегодняшний день серьезный вопрос который начинает когда начинают активно через вот как раз типа газету ру такие якобы заслуживающие доверия масс-медиа идею что вот сейчас идет страшная борьба между башнями кремля либералы рубиться с консерваторами знайте это исходит изнутри кремля им нужно чтобы общественным немножко успокоилась чтобы общество мнения возникли какие-то надежды что вот придет какой-то условный с маленькой буквы медведи с маленькой буквы кудрин и вот что-то такое сделал раз игра на игра поэтому вот эти все разговоры про башни да они там в любой системе есть кланы и так далее но это не влияет пока на политику это начнет влиять то есть это как театр одного актера где карабас барабас двигает определенные фигуры правильно встают быть статистами тогда когда система оказывается в кризисе из-за внешних какие-то обстоятельства морду представить не дай бог агентная катастрофа кастрофический упадок в экономике появление мощной мощной мощного оппозиционного движения харизматических лидеров и так далее вот тогда начинает когда все крошится тогда вот эти все внутренние выяснение отношений внезапно становятся политическим разделением я пока этого не видит возвращаться внешней политики да да три кино смерть стали вот там очень внешне внешняя политика россии довольно серьезный вопрос и непростой вопрос сегодня хайка масс министра странных дел германии сделал довольно жесткое заявление в отношении россии по поводу убийства в германии бывшего одного из таких боевиков чеченских боевиков то есть будем так говорить германия и россия всегда как бы если не обнимались то ходили рядом да что сегодня происходит в отношении германии и россии на ваш взгляд я думаю это очень серьезный кризис я думаю что заявление марса и заявление федеральной прокуратуры германии которые прямо связали подозреваемого в убийстве с российским государственными органами то есть сказали что он действовал не сама по заказу российской сортов рога решили революции для германии которая знаменита тем что таскать там очень серьезные политические силы которые выступают за таскать замерение путь и это не силы там на уровне каких-то там эти пара веб-сайтов и так далее это это бывший канцер шрёдер это куча депутатов это значительная часть большая часть немецкого бизнеса и так далее это революционные заявления это означает что расследование дало такие доказательства вмешательства российского фактически российского заказа кремлевского заказа на убийство этого человека что отвернуться от них был невозможно и это конечно крайне неприятно потому что не забудем мы говорили о кризисах кризисы пока по крайней мере все намечаются извне это во первых вот эта германская история которая конечно сильно очень сильно ударит не навсегда смоет очень сильно ударит по симпатизантам так сказать или друзьям путина внутри германии во вторых потому что что заявлено это официальная позиция правительства во вторых это то чем я уже говорил в начале программы это намечающийся пакет санкций соединенных штатов который подготовлен в конгрессе и который по идее должен быть очень жестким в отношении российских госкомпаний российского госдолга ну наконец третья история про который не стоит забывать это продолжающийся в нидерландах суд по обвинению четырех человек в уничтожении малазийского авиалайнер в июле 2014 года над украин это история который будет длиться еще может быть год может полтора потому что это очень такое подробное расследование фактически это если вы сможете смотреть в прямом эфире это заседание она она транслируется когда она идет она идет такими как бы сериями по два-три дня это фактически конечно сеанс раздевания кремля который закончится как я думаю если по логике эти люди пойдут до самого конца конечно вывод будет очень простой что без приказа из кремля никакой ракетный комплекс не мог оказаться на территории украины все это очень 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 неприятно и все это влияет на общественное мнение что еще важно создает такой коридор красные линии флажки вот эти как для волков при загоне волк волков да на охоте когда западные лидеры даже самые которые вы хотели конечно что-то там наладить с путиным там ну я не знаю такие люди есть но они не могут выйти за определенные флажки из общей европейской солидарности за трансатлантической солидарность в этом смысле я не вижу я бы сказал так все основные мини весь основной негатив все остальные все основные проблемы к путину в ближайшие год-два будут прилетать из-за границы то что в россии может стать хуже понятно но из-за границы вы ничего хорошего сколько бы он статьи у дмитрия саймса в журнальчике не писал а если выставлять оценку сергей лаврова по пятибалльной системе какую бы оценку вот за время его по какой-то его работа вы бы выставили ну а можно куда отвечать на этот вопрос хорошо министр иностранных дел россии это такой же слуга путина каким является его охранник вот и все но просто более видный охранник по телевизору показывает а когда как путину показывают а он стоит там из на рыбу ловит или в храме стоит просто очень такой видный он не приводит министр иностранных дел россии в путинском путинской системе не принимает никаких решений что-то посоветовать может что-то даже решить я бы так сказал по неважным вопрос вот там я не знаю приедет президенту габона россии ну вот тут из мида бегут люди несут справки вы знаете советские советско-габонский договор 69 года до сих пор действует ухта мы не знали ну доложим приз по всем что китая трампа войны в сирии войны с украиной отношений там не знаю с европейским министр астронодел не имеет никакого того что по английски называется в юридическом языке никакого они это не самостоятельный игрок у него ну да такой его любят импозантный мужчины его и он он харизматичный ну окей ну что константин петрович на ваш взгляд отношения трампа и путина это отношение друзей или партнеров я не думаю что здесь можно говорить какой-то дружбы никакой дружбы тут нет я думаю что это очень сложные отношения по-своему я думаю что трамп мечтал бы наладить отношения с путиным просто не потому что любит путина потому что он считает что он может договориться с любым лидером потому что он король сделки да там с каким-то дел я не знаю если трамп выиграет ближайшие выборы то он может пойти на какие-то очень драматические шаги на которой путин я думаю в какой-то момент откликнется пойдет ли поддержит ли его госдепартамент поддержит ли его конгресс в этом я сомневаюсь если честно сказать но вы в америке живете вам проще наверно рассуждать думаю что у трампа есть очень одна важный важный момент который спутном родник я кстати сразу хочу сказать я не верю что путин выиграл для трампа выбор не нельзя выиграть выбор соединенных штатов захотел президент какой-либо другой страны даже если это россия но очевидно у обоих есть одна психологическая черта очень важная они не верят в институты они верят в договоренности крутых парней и я думаю что это их родни ты в каком-то смысле не могли бы договориться но трамп все-таки работает в системе демократии в системе институтов которые не дают ему выйти за определенные рамки и кроме того если честно сказать я думаю что на самом деле путин считает себя великим психологом он считает что 20 лет в политике дают ему такой опыт которого нет ни у кого и в каком стиме в каком смысле это наверное правильно но знаете как циники путин сам очень цинично смотрит на политику они в жизни упускать что-то очень важно потому что я бы так сказал так сказал один очень умный мой друг один циники правы 99 процентов случаев из 100 9 9 9 случаев из 100 но когда они ошибаются эти ошибки обычно катастрофически вот я боюсь что путин рано или поздно такую ошибку допустит и что интересно сколько у них было встреч один на один уже три или четыре было не так много на меня из этого ничего не вышло горбачев с рейганом встретился первый раз в женеве в ноябре 85 это было не приглядывались уже восемь шестом в реке веке дело пошло потому что вот горбачева были определенные представления национальных интересах о том что можно нельзя и у рейгана была тоже готовность все-таки услышать это важно хотя из позиции силы но услышать я не очень лишь это есть вот это интересно выгазать от кстати отличный вопрос я прямо у вас тут на глазах рассуждаю даже с одной стороны вроде бы все психологические черты этих людей должны вести к сделке какому-то хотя бы продвижение не ведет и если честно сказать по целому ряду параметров не по всем администрация трампа пусть не сам там ну как я ждал трамп работает в условиях институциональной системы госдепартамент конгресс бла-бла-бла-бла-бла-бла администрация трамп была жестче в отношении россии чем была администрация обама это это в сомнении в этом нет никаких то есть это может быть парадокс но это тем не менее так трамп может хотеть все что мы не знаем я не могу видеть черепную коробку узнать что там хочет но может он просто хочет чая с молоком но то что администрация трампа не доставила никакого удовольствия путину остался бы кстати болтан советник национальный безопасность был вообще еще больше проблем для путь вот у меня сомнений но это это объективный пакт ничего не застоит российское обществе когда там неделю 10 дней назад украина получила статус наблюдателя или кровного партнера давно которым обладают только швеция финляндия и ордания австралии по моему южная карьера здрасте приехали да 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 хиллари старик какого господи керри обама все танцы плясали какие а трамп выполняет свои обещания да да я думаю что хорошо понимает я думаю что сейчас уже должен был понять собственно говоря какие договоренности с путиным а кому а кого это удовлетворить демократы видят в этом предательство насколько я понимаю ну вот из моих там поле поездок соединенные штаты в последний год три-четыре раза до коронавируса демократы что здесь сделать что с путином буду говорить что предал что ты там агент кгб республиканцы путин тоже не любит кто последний республиканец дан арабахер такой был давно на пенсии где-то рыбу ловит поэтому а какая у него строго река у него выгода вот так сказать вот прийти договориться о чем-то крутого но не получится потому что и путин не пойдет просто окно уступки путин считает что на уступки нити любая прошу прощения сбил я даже размахался руками любая уступка это проявление слабости это взгляд путина иду взгляд на жизнь и на политику это рано или поздно будет его проблем то есть я думаю это уже проблема но будет обязательно ну так нельзя ведь по политика это в какой-то степени всегда given take поэтому ничего такого хорошего не будет я не думаю либо хуже либо так как сейчас константин петрович у нас не так много времени остается но у меня есть один очень тоже важный маленький вопрос а касающийся российского общества мы знаем что полторы недели назад произошла огромная трагедия с замечательным великим актером михаилом ефремовым я его называю великий без каких-либо найти оговорок российское общество показало себя во всем цвете обсуждаю да он совершил преступление никто с этим не спорит вместе с тем российское общество показалось в таком вот негативном цвете начиная пляску на костях что вы как вы можете прокомментировать именно российское общество не то что произошло с ефремом все это понятно а вот именно почему российское общество которое проповедует христианские ценности вот превратилась вот в такое стадо я сам христианин мечтал бы наверное чтобы российского что проповедовал христианские ценности но к сожалению это общество отравленное советским цинизмом и этот цинизм породил чудовищный индивидуализм и недоверие к другим по советской поэтому для меня вот эта реакция общественной неудивительно я знаю немножечко знаком с михаилом рихи и фреон кстати как раз пора по работе на радиостанции коммерсант fm и на дожде немножко в период известный когда дмитрий быков и он много очень делали как раз период протестов и я бы сказал что ефремов ну насколько можно было себя повести достойного сейчас повел он он извинился он не отказывается ничего он очевидно очень тяжело это переживает и как раз мне кажется что ну вот мне кажется что дело не в том что звезда он публичная фигура конечно но он мне кажется тяжело переживает а то как реагирует на это общество я не могу осудить и семью погибшего которая пошла в эфир кому-то галкину и так далее потому что я себе представляю какие деньги предложил я не подумали да ну отца то не вернешь и тому же а деньги то вот они сейчас прям вот какие он зарабатывал еще там пять лет катая раза развозя эти заказы тоже нельзя су это знаете отличный вопрос прекрасный вы задали вопрос о самой главной проблеме российского общества самая главная проблема российского общества это не путин не там всевластия фсб самая проблема большая российского общества моральный кризис это недоверие и цинизм это раз противоположность христианских кстати иудейских ценностей тоже к сожалению есть может быть где 20 10 там не знаю процентов людей которые более-менее что-то понимают и какие-то ценности исповедуют им придется всю страну на себе тащить тогда когда уйдет путь как они это сделали герои конторен и не общественного кризиса кризиса общественной морали это главное условие трансформации российского общества это займет конечно очень много времени в том числе и тогда когда довольно скоро исторически говоря уйдет путь с этим петрович огромное спасибо за ваше интервью хочу вам кстати сказать что мы с геной купили коньяк просто раз мы об этом говорили и ждем вас в гости как только а пандемия спадет вы будете в сша заезжайте в чикаго мы вас ждем секунд я предлагаю такую историю я приеду в сша давайте я приеду в чикаго и мы устроим встречу со слушателями вашего радио замечательно если вы найдете зал там снимите и так далее и лично пообщаемся с охотно пообщаюсь с общиной слушателей в чикаго обязательно спасибо большое все самого лучшего берегите себя слева